Ну что, наши любимые телезрители и садоводы, для меня нет ничего невозможного. Все, что я хочу, обычно сбывается. Не так просто, но тем не менее. Мы нашли с мужем, ему было проще найти, честно говоря, чем мне найти, вот такой вот прекрасный, по простонародию, он называется камыш, но на самом деле его правильное название – рогоз широколистный. Очень красивое растение, конечно же, для пруды, достаточно высокое. Мы сейчас его будем сажать вот в эту 10-литровую чашу. Она с дырочками внизу, мы взяли глину, сейчас мы посадим, и самое будет сложное, конечно же, это опустить. Придется нам вот как-то опускать это в ту сторону, с той стороны, потому что иначе, если мы это сделаем с этой стороны, то он будет нам преграждать взор половины сада и оленей. Поэтому придется его каким-то образом транспортировать туда. Ну что, поехали, у нас уже был такой опыт, мы посадили вилю водяную. Посмотрите, как она шикарно себя чувствует. У нас чудесно абсолютно себя чувствует немфея, которую мы таким же образом посадили. Вот, вторую ждем, пока проснется. И следующий наш житель, нашего такого прекрасного прудика, это вот этот вот рогоз широколистный. Итак, поехали. Такой он большой, что я вот так вот подготовила две емкости. В одну мне муж накопал глины, а в другую я сейчас брала половину броджа, для того, чтобы вот здесь вот появилась такая лунька. И сейчас мы будем сажать наш хогос. Он достаточно тяжелый. У него вот такие вот, такое корневище. Сейчас мы уберем все лишнее. Хотя, может, оно и может имеет смысл. Он такой симпатичный веночек. Так, как бы нам с тобой, заяц, не пришлось еще один готовить. Так, еще придется выбрать трон. Видите как? Не так, все просто. Либо, например, разделить его на две емкости. Что думаешь? На две емкости. На две емкости, да? Значит, нам придется принести еще... Сейчас принесу лопатку и еще один. Так, ну что, пробуем. Поделим нашу добычу на две части. Вот, знаете, какие у меня крупные корни. О, Господи. Воняет жестко, если честно. Так. Сейчас, подожди, мне надо понять, где тут что. Вот это давай еще или нет. Вот это вот возьмем с вот этой вот штукой, да? Так, у нас один. Здесь, конечно, мало очень, корневи. Ну, мы все-таки дадим шанс ей выжить. Достаточно, как ты думаешь, сюда? Да. Цена прорастет. Держишь? Я уберу лишние вот эти вот ненужные уже листья. Не самые красивые. Так, держишь, да? В общем, вот эту штуку, она достаточно тяжелая. Мы сейчас... Ну, что сказать, процесс посадки оказался гораздо сложнее, чем мы себе представляли, потому что у нас не совсем правильная форма бассейна. Об этом позже. Каждый раз, когда мы пытались его установить, мы пытались подкладывать ящики пластмассовые, но они всплывали. Мы пытались каким-то образом зафиксировать кашпо с растением, но оно все равно уходило туда, вглубь. И оказалось, растение не совсем там, где мне хотелось. Но, с другой стороны, главное, чтобы оно там укоренилось, чтобы ему было хорошо, а дальше оно уже само для себя определит место. Получилось так. Мы, конечно, если честно, хотели ближе к краю, но так как мы построили пруд немножко своеобразный, об этом попозже подробно поговорим, надо было делать его вот так вот ступеньками, а мы его сделали конусом, то, следовательно, все наши посадки, они просто сваливаются в самый низ. Тут мы использовали ящики, поэтому нам удалось сделать это с краю. А там что-то ящики не захотели тонуть, не было у них настроения тонуть, хотя мы их заставляли. Ну, вот так вот мы решили пока оставить. Если что, потом, может быть, криком попытаемся подтянуть. Хотя, конечно, очень тяжелые эти ведра. Представьте, 10-литровые ведра с глиной, еще и полные на воды, набравшиеся воды. И сам вот этот лутрогоз широколизм, он тоже довольно тяжелое растение. Не так все просто. В общем, так мы потихонечку облагораживаем наш пруд и делаем его самым настоящим, красивым. Ну и, конечно, царица пруда, наша нимфия. Смотрите, их уже три. Продолжение следует...